Вопрос такой, ну действует ли сегодня Бог вообще в Израиле современного? Да, да? Сомнений нету никаких? Нету, да? Вот. Но это важный вопрос, поймите, да? Это может быть звучит смешно, но вы должны быть как бы уверены в том, что это в действительности так, поэтому я задаю этот вопрос. Что-что? Бог везде. Бог везде, да. Что произошло в сорок восьмом году? Государство Израиль. Образовалась государство Израиль, да. И вот недавно мы праздновали шестидесятилетие, да? Да. Знаете, скажу сразу, что это неоднократно повторяется, и как бы еще раз скажу, что не надо искать никаких специальных дат в священном письме по поводу, любому поводу. То есть их нету просто, да? Значит, что касается даты образования Израиля, ее тоже нету в Писании, то есть и никаким образом нельзя было вывести, что это вот именно тот день и то время и так далее. Оно произошло и произошло. Оно должно было произойти, оно произошло. Даты никто не знал на самом деле и не мог предвидеть или предсказывать. Интересно то, что на момент образования государства Израиля в сорок восьмом году на той территории находилось 600 тысяч евреев. Вот это интересно в действительности. То есть, как бы можно было бы сказать, да, знаменательство. Интересная цифра, что описывает Писание, что из Египта вышло 600 тысяч, да? Ну, на самом деле мы знаем, что вышло, наверное, 2 или, может быть, 3 миллиона, да? Потому что 600 тысяч – это было способных к войне, так сказано, да? Вот. Но на сорок восьмой год в действительности в Израиле исторически говорится о том, что находилось 600 тысяч евреев. Это всех. То есть, и способных к войне, и не способных к войне. Давайте сейчас посмотрим Осия, 3 глава, 4-5 стих. Мы просто посмотрим на то, что говорит Бог через пророка Осию в отношении того, что Бог собирается делать в Израиле. Кто знает, когда жил Осия? Ну, примерно 2700 лет назад, да, или, скажем, 700 лет до нашей эры, да, жил Осия. Значит, Осия, 3 глава, кто готов прочитать, 4-5 стих. И сказал ей, 3 глава, а, 4-5, извиняюсь. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без Ефоды и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Значит, посмотрите в 3 стих, да, о чем говорится в 3 стихе? Извините, в 4 стихе. О чем говорится в 4 стихе? О чем пророчествует Осия? О чем он говорит? Будут оставаться без царя, без князя, без жертвы. Что будут долгое время оставаться без царя, без жертвы, без жертвенника, без нарядов Ефода, Терафима. То есть о чем он говорит? Ну как, понимаете? Будут оставлены. Я думаю, что тут идет как раз-таки речь о периоде, когда Израиль остается без государства, без единого центра управления, без храма. Это как раз период после разрушения храма в 70-м году нашей эры и по сей день. И этот период еще не прекратился. Вы совершенно правы, в действительности. Мы можем увидеть, что он говорит о том, что нет жертвенника, да, это означает, что храма нет, жертва невозможна. Правильно, да? То есть можно было бы сказать, что первое, ну на самом деле важный такой момент, что Израиль остается без царя и без дома Давидова, да? Нету сегодня царя, ну и еще нету его и из дома Давидова. Нету на сегодняшний день. Мы говорим сейчас о физическом положении. Второе, о чем мы могли бы сказать, что в действительности сегодня нету пригодного для служения ни храма, ни жертвенника, на который можно было бы возложить жертву. То есть это тот процесс, который происходит в Израиле, да, с момента разрушения храма. И также нету священника из рода Аронова, предстоящего пред Богом за народ. То, о чем говорится в четвертом стихе, что в промежуток времени он будет и на сегодняшний день он как бы продолжается быть, да? Значит, пятый стих, что говорит пятый стих? Читай. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни. Вот интересно то, что пятый стих, я как бы, ну, помогу вам, да, потом хочу, чтобы вы подумали. Пятый стих говорит о двух этапах. В другом варианте перевода говорится здесь не просто обратяться, а вернуться. То есть здесь говорится об обращении, в смысле возврате в землю. В этом, именно в этом стихе Осия говорит не об обращении, как бы, духовном обращении, да? А в первую очередь он говорит о том, что будет возвращение в землю. Обращение, то есть на землю, как бы, возвращение в землю. Вот. И результатом того, когда они соберутся все вместе на земле, да, будет духовная часть. Взыщут Господа Бога своего. И если мы посмотрим на других пророков, то мы тоже можем увидеть, вот, что многие говорят о том, что будет возвращение, да, перед тем, когда весь Израиль обратится к Господу. Вот. И мы уже говорили и вчера о том, что, в действительности, Бог соберет, да, Израиль всех вместе перед наступлением Тысячелетнего Царства. Перед тем, как Он придет сюда. Для того, чтобы оставшиеся в живых, я забегаю наперед, оставшиеся в живых, возвали к Нему. И написано, что весь Израиль спасется, да? Но я вам скажу, что весь Израиль из оставшихся в живых. И Писание говорит, что две трети будут уничтожены, и только одна третья останется в живых. И вот эта одна третья часть, это те, которые останутся всем тем Израилем на тот момент, и вот эта вот одна третья именно и воскликнет, благословен грядущего имя Господне и будет спасен. Значит, по поводу возвращения, по поводу возвращения хочу немножко, как бы, просто такой исторической информации, которую, может быть, вы уже знаете, но, может быть, будет вам интересна. Значит, после рассеяния, которое было основным таким, сделано это в шестом веке, которое совсем, ну, дало рассеяние евреям, да? Значит, ну, рассеяние начиналось с первого века, да? Но основное рассеяние, когда вообще евреи распространились, ну, скажем, по всему миру, особенно по Европе, да? Это был шестой век. И вот, начиная где-то примерно, где-то примерно 70-х, 80-х годах XIX века, еврейский народ в массовом порядке начинает возвращаться в Израиль. И, знаете, происходят, ну, как бы, такие этапы возвращения. Их называют Алия по сегодняшний день, да? А вот. Этапы возвращения, да, в Израиль. Значит, значит, было таких, основных таких было, ну, вначале было два этапа. Основных таких было два этапа. Алия по сегодняшний день. Значит, смотрите, события, которые, ну, происходят. Где-то до 1868 года, это момент, когда был построен Суэцкий канал. Помните, да, такой? Ну, я, может, дату, может, вы не помните, я сам ее не помню. Если бы не записано было, так я бы не помню. Когда был построен Суэцкий канал. До этого момента никто особое внимание вообще не обращает на Ближний Восток. То есть нет ни у кого никакого особого такого внимания, ну, на Ближний Восток. Все смотрят на Новый мир, там, Америка и так далее. То есть развитие новых стран. Никто не обращает особого внимания на Ближний Восток. Ну, вот в 1868 году, когда был построен Суэцкий канал, внимание всех резко стало быть прикованным именно к Ближнему Востоку. И в 1869 году, в 1870 году, в Израиле образовывается первая сельскохозяйственная школа. Может быть, вы уже это проходили? Проходили такую информацию? Нет, именно школа, сельскохозяйственная школа. Простите, 1869-1870 год. В Израиле образовывается сельскохозяйственная школа. И в это время в Европе, в течение, то есть вообще, вот 19 века, да, происходят такие движения, когда, ну, такое называется популяция, когда народ хочет прийти к власти. Ну, происходят различные революции, да, восстания, там, во Франции, в Испании, вот, ну, в России здесь. То есть, происходит такая волна, когда народ хочет что-то изменить в своей жизни, да, и, как бы, изменить правящие какие-то структуры и так далее, прийти к чему-то новому. Интересно, что везде, везде, и особенно здесь, на территории России, Украины, во всем этом особенное участие принимают евреи. Для вас это не новость, да? Нет. Особенное активное участие принимают евреи. Ну, интересно, что, знаете, начинают появляться первые мысли о том, что среди евреев, что, в конце концов, мы участвуем здесь в разных, там, знаете, революциях и так далее, но у нас же есть, на самом деле, наша земля. И появляются первые мысли, появляются первые такие вот высказывания по поводу того, чтобы евреи начали возвращаться туда, в землю свою, в Израиль. Интересно еще, что с 1840 года по 1890 год евреи в разных странах пишут статьи и различные, знаете, такие высказывания и публикации, связанные с тем, что в действительности важно вернуться евреям в Израиль. Вот первая волна или первая алия, то есть первые переселенцы, да, они выпадают на 1870-80 год. Это первая волна переселенцев, которые приезжают в Израиль. И эта первая волна, она выпадает именно на Россию. То есть в основном в эту волну переселенцев вошли евреи из России. Ее назвали, эту алию, ее назвали как первая зелень на смоковнице. Такое она имела, как бы, символическое название. Первая зелень на смоковнице. А кто назвал? Не знаю, честно говоря. Просто Решу указывал на это, как на... Ну, я не связываю это с духовным каким-то смыслом, но... Поэтому и интересно, кто... Но было такое название. Вторая волна была 1904-1914 год. И в данном случае здесь поехали, опять же, русские, но уже много выехало евреев из Польши. И именно в этот промежуток, в 909 году, был основан первый кибуц. И основан он был русской общиной. Ну, выехавшими евреями отсюда, из России. И из-за того, что началась Первая мировая война, 1914 год, переселение было остановлено. То есть прекратилась эмиграция в Израиль на какое-то время. Но в 1919 году-20 началась третья эмиграция в Израиль. И, знаете, евреи становились все более организованными в этот момент. Они все больше начинают покупать земли. То есть, да, становиться владельцами земли. И здесь эмиграция шла также с России, Польши. И уже стала присоединяться евреи из Румынии в этот момент. Двадцать четвертый тридцатый год. Это следующая эмиграция, которую вошли в основном, большинство, это были евреи из Польши. Двадцать четвертый, тридцатый год. Четвертый, наверное, да. Большинство эмигрантов, это были эмигранты из Польши. Двадцать девятый, тридцать шестой год. Волна эмиграции из Германии и из Австрии. В тридцать шестом году было восстание арабов. Они восстали против того, чтобы евреи продолжали переселение. И вы знаете, да, что территория вообще вся эта, она контролировалась Британией на тот момент. А против кого они восстали? Они восстали, именно их восстание сопровождалось тем, чтобы прекратилась эмиграция евреев. В чём действия, какие они предпринимают? Я не знаю, честно говоря, до конца. Они стали предъявлять требования... Они предъявляли требования контролирующей стороне Британии, которая контролировала ту территорию, о том, чтобы прекратилась... Приблизительно. В общем, на тот момент, когда эмигрировало большое количество евреев с разных государств, она являлась колонией британской, эта территория. И правительство Британии, оно возмутило. Евреи обратились в ООН. И тогда вот начался весь этот сырбор конфликтов. Они напротив воли евреев выгоняли их в Палестину за пределы. Там были конфликтные ситуации между палестинцами. Населением... Это какой год? Это 47-й год. Подожди, мы говорим о 36-м году. Они только подготавливались к этому, понял, пардон. Да. Это уже вы говорите о том, когда шел вопрос о возникновении самого государства, принятии государства. Но я говорю о 36-м году. На этот момент, в 35-м году, британцами был создан такой белый документ, который назывался Белый Документ, вернее, Документ Белой Бумаги, вот как-то он так назывался. И на основании этого документа разрешалось только 10 тысяч евреев переселяться в Израиль, въезжать в Израиль. В год, да. 10-ти тысячам евреев разрешалось въезжать в Израиль. И только 50-ти тысячам было разрешено всего въехать. В конце концов, с началом Второй мировой войны иммиграция снова была приостановлена. То есть уже с 37-го года, скажем так, иммиграция прекратилась. Еще один момент я пропустил, но полезно тоже его знать. Первый сионистский конгресс, да, Герцель и Первый сионистский конгресс. И начиная с этого года, все последующие конгрессы, они побуждали евреев по всей Европе возвращаться в Израиль. Есть статистические данные, что в 1880 году в Израиле было 25 тысяч евреев. После Второй мировой войны и катастрофой, которая произошла, в Европе осталось проживать 700 тысяч евреев. И большинство из них хотело эмигрировать. Многие направили свой взор именно в Израиль. И в 1948 году, я возвращаюсь с того, с чего я начал, в Израиле было уже 600 тысяч евреев. Ну, в 1948, на момент образования Израиля, в Израиле было 600 тысяч евреев. То есть посмотрите, за этот короткий промежуток времени, для переселения, ну, для переселения, да? Это было достаточно, в действительности, большое переселение. То есть на 1948 год, на момент образования государства, в Израиле находилось 600 тысяч евреев. Очень еще интересная такая статистика, что с 1948 по 1950 годы многие страны разрешили выезд евреям. И в течение этих двух лет в Израиле переехало примерно полтора миллиона евреев. С 1948 по 1950. Или с этого времени переехало полтора миллиона евреев. На сегодняшний день мы знаем, что в Израиле примерно проживает около пяти миллионов евреев. То есть население самого Израиля шесть миллионов, да? Где-то примерно считается, что один миллион – это где-то арабы. И пять миллионов – это евреев. То есть мы видим, что рост еврейского населения, да? Уменьшается по всему миру, да? И увеличивается. Но это не говорит о том, что, я скажу сразу вам, это не говорит о том, что нам нужно сейчас посадить всех евреев на самолет или в корабль и отправить их в Израиль. Потому что всему будет свое время, когда Бог это осуществит и сделает. Ну, и мы можем вспомнить, что, знаете, всем этим переселением, особенно в периоды, когда начало, да, вот девятнадцатого века там были большие погромы по всей этой территории, да? Что также дало такую вот эту волну эмиграции именно Россия, Польша, Украина. То есть многие, да, поехали. И можем вспомнить прекрасную историю, да, Шалмарейхима Теви Молочник, которая в действительности рассказывает о том, что вот в этой волне, да, погромов, как в действительности огромное количество евреев просто селениями целыми выезжала, покидала, ну, Россию, Малороссию, да. События рассказывают вообще об Украине здесь, да? Да. Вот. Что они уезжали отсюда, они эмигрировали. Кто ехал в Америку, кто ехал еще куда-то, многие ехали в тот момент в Израиль. Потому что они жили надеждой, что наконец-то они будут там, где их земля, и никто не будет уже их не преследовать и ничего. Тоже ошибались. Совершенно правильно. Итак, это как бы та часть возвращения, да? Ну, я скажу вам, что окончательное возвращение, когда Бог сам соберет весь народ там, к своему приходу, к тому моменту, чтобы, знаете, даже больше того, весь народ будет собран в начале периода скорбия. Это будет даже более правильный момент. Помните, да? Мы сегодня будем продолжать дорисовывать эту схему. Значит, напоминаю, да? Скажем, это момент прихода Мессии, его смерть и воскрешение, сошествие Духа Святого. Примерно здесь находимся мы. Итак, Вознесение Церкви. С этого момента начинается семилетний период скорби, разделенный на три с половиной года. В середине этого периода война в небесах, помните, да? Мы говорили. И дьявол будет сброшен на землю. И мы продолжим еще, продолжим дальше рисовать. Значит, стих пятый, стих пятый, да? Значит, он говорит о возвращении евреев. И также он говорит о том, что будут подниматься и возрастать все больше духовные отношения с самим Богом, да? И можно сказать, что конечно, сам эпизод того, что ну здесь написано в последние дни, да? Окончание этого стиха. То есть это окончательное все духовное возрождение, оно будет в последние дни. Когда они возрят того, которого пронзили, да? И будут кричать благословен грядущего имя Господне. Но уже сейчас есть этапы происходящего духовного возрождения среди еврейского народа и в самом Израиле. Ну, помните, я сказал, что с 1948 года вчера рассказывал, да? В Израиле, например, как обязательная школьная программа изучают Танах. Да. И я скажу, что это очень хороший как бы шаг в отношении духовного возрождения. Да. Понимаете, да? Это серьезно. Вот. Или я говорил вчера о том, что в университетах изучают Новый Завет. Как бы они это не делали, для какой цели, да? Но это все равно очень важный шаг тоже как бы в духовном, таком как бы следующем шаге духовном. на сегодняшний день больше 50 мессианских общин, ну, сюда включаются и церкви, находятся, ну, я имею в виду и вангельские, да, находятся в Израиле. Может быть, сегодня больше уже. Вот. То есть, их, ну, составляющая, это, в принципе, большинство верующих из евреев. То есть, это тоже мы видим духовное возрождение. И на сегодняшний день мы могли бы сказать о том, что сегодня тот момент, когда больше всего за весь период, да, евреев, ну, не считая приход Мессии, да, его вознесение со дня Пятидесятницы, может быть, даже и больше. На сегодняшний день как бы больше мы видим массовое такое вот приход евреев к вере вешу. в разных городах, в разных странах и особенно в самом Израиле. Вот. То есть, мы видим, что есть определенные шаги к направлению тому, чтобы случилось то, что здесь сказано в третьей главе Осии. Сейчас мы перейдем к разговору о будущих мировых державах. Те, которые будут принимать активное участие в различных действиях, которые будут идти в момент последнего времени. Я сказал, что мы не будем очень долго здесь останавливаться. Вот. Я буду предлагать вам просто места из Писания, и вы будете рассматривать их самостоятельно. Значит, могу сказать одно, что всякие сообщества, которые мы сегодня видим, да, начиная от объединения этих организаций объединенных наций, вот, Европейский союз, да, сегодняшний, потом сегодня образовывается, или уже, можно сказать, образован вот это такой восточно-азиатский какой-то там союз, вот. То есть, если вы посмотрите на сегодняшние события, то вы можете увидеть, что сегодня организовываются такие вот союзы держав, и они становятся, знаете, своего рода как бы как империями. Видите, да? Да, да. То есть, ну, например, как бы нам может быть ближе сегодня посмотреть на Европейский союз, да, потому что мы видим, что он организовывается как как бы отдельное государство, да, но в то же самое время все входят в одну какую-то коалицию, где будет, где есть свой председатель всей этой коалиции, да, то есть, который будет править ними всеми. И мы можем видеть, что сейчас вот говорят, что Америка, например, планирует сделать тоже союз этих североамериканских стран, вот. Куда, ну, войдут там Штаты, Канады, Мексика, да, как бы они хотят сделать так же единый доллар, там, ну, есть предложение такое, не знаю, когда будет это или не будет, но, во всяком случае, движения такие политические есть. Значит, что нам говорит само Писание об этом всем? Во-первых, Даниила, седьмая глава, я вчера вам говорил, помните, да, что тринадцатая глава книги Откровения она имеет как бы основание из Даниила седьмой главы, не знаю, ознакомились вы дома с ней или нет, вот, но книга Пророка Даниила седьмой главе, можете себе отметить, да, что там рассказывается о возрождении империи, да, и как бы особое внимание в первую очередь отдается значит, как бы три первых международных каких-то союза, но особое значение придается четвертому союзу, который в свои как бы вот описания похож как бы на Римскую империю. Вот, значит, в откровении тринадцатой главе мы видим тоже сочетание этих союзов, то есть это как то же самое практически, что говорится в Данила седьмой главе, просто оно находится описание в Данила седьмой главе и откровении тринадцатой главе. В Иезекииле тридцать восьмой тридцать девятой главе Иезекииле тридцать восьмая тридцать девятая глава рассказывает нам о союзе каких-то северных держав. Знаете, многие богословы они даже называют как бы государства, которые будут в этом участвовать. Я слаб с географией, честно, признаюсь вам, поэтому я не буду сейчас заниматься этим вопросом, какое же государство в этом вопросе будет участвовать. Вы можете читать эти книги, смотреть географическое расположение, то, как это описывается, и для себя, если вам это интересно решать, какое же государство будет кем и представлено. значит, в Откровении в 16 главе 12 стихе говорится о блоке восточных держав. Откровение 16 глава 12 стих говорится о блоке восточных держав. Ну, если хотите, просто можно несколько фрагментов посмотреть. Так, ну, несколько, да? Без особого погружения в это дело. Давайте тогда обратимся все-таки к Даниилу 7 главе вначале. Вначале. Продолжение следует... Четвертый стих. Кто готов прочитать? Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, да коли не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Значит, говорят о том, что здесь речь идет о Вавилоне, потому что символика, вот этот лев с крыльями, это изображение, символика Вавилона. Поэтому говорят, что это речь как бы идет о Вавилоне, да? Вот в пятом стихе... Что-что? Ну, давайте, пятый стих, посмотрите. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Значит, это отношение имеет к Персии. Знаете, кто Персией является? Нет, Персией... Современный Иран является бывшей Персией. Да? А вот. И Азибаржан там еще ходит? А? И Азибаржан еще ходит? Нет. Азибаржан, не знаю. Ну, знаю, что вот все сводится к тому, что это бывшая Персия, да? Но если смотреть сегодняшний день, да, то это сегодня Иран, потому что бывшая Персия является сегодняшний Иран. Шестой стих. Затем видел я вот еще зверь, как Барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Значит, шестой стих, который здесь вот описан, он свое отношение имеет к Греции, ко всяким вот символикам, которые связаны с Грецией. И давайте сейчас еще прочитаем седьмой стих, и потом остановимся. После этого увидел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Значит, основные утверждения стекаются к тому, что здесь речь идет о Римской империи. И после перерыва мы продолжим говорить.